сколько вы уже работаете контролером как вот проходит обычно ваш рабочий день контролером работы я уже почти год каждый день по-своему не одинаково можно так сказать отличаются дни по-своему по объему работы потому где мы работаем как работаем что проверяем конкретные ситуации наверное по минимуму стараемся подходить к пассажирам ну как бы с точки зрения и человечности и порядочности допустим как давно вы работаете вот с видеорегистратором для чего это чем он вам помогает с видеорегистратором мы работаем ну наверное уже около полугода может так но видеорегистратор это для как бы справедливости зафиксировать то нарушение со стороны тот кто совершил нарушение так как мы поступаем скажите пожалуйста вот последние два месяца до с тех пор как внедрили вот безконтактную эту систему оплаты проезда талончики сталкиваетесь с тем что люди может быть не знают об этих системах да если едут вот без кондуктора и не знаю как оплатить проезд талончиков нету вот сталкивались вы с такими историями? с такими историями сталкиваемся довольно часто потому что люди не знают как ну оплатить правильно Они ждут кондуктора. Если нет кондуктора, то человек просто получается в неведении. Он покупает у водителя колончик, а то, что закомпосировать надо его, он не знает. Он по такому принципу, что я оплатил проезд у водителя и еду спокойно. А то, что прокомпосировать, наверное, надо больше пособий, рекламы. Бумажной информации вот такой, хотелось бы побольше. По речевому информатору, чтобы передавалась такая информация, что нужно приобрести, не только приобрести, но и закомпосировать, что без отметки компостера данный талончик недействительный, что он является только на одну поездку. И причем его нужно закомпосировать. Скажите, пожалуйста, ну вы вот, когда слышали, вот в такие ситуации попадаете, вот именно сейчас, как только внедрена эта новая система, вы, может быть, там ограничиваете с предупреждением, беседой какой-то, или вы все равно вы штрафуете сразу же? Конечно, мы поясняем. Ну, в зависимости, как ведет человек. Сразу по человеку видно, знает он, как это сделать все правильно, или не знает. Ну, конечно, постараемся объяснять, рассказывать, как это правильно делать. Рассказываем, где можно ознакомиться с информацией, как правильно ехать в общественном транспорте. Поэтому мы доводим сюда это для пассажиров, чтобы в дальнейшем было проще нам работать, и пассажиры были, ну, как бы, знали, как им правильно закомпосировать, где купить, спокойно ехать. Что мы предупреждаем пассажиров, чтобы, ну, научить пассажира, чтобы в дальнейшем пассажир уже, как бы, уверенно знал свои действия.